МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бивикова. И коротко о главном к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 3-2. Команда Немана победила ястребов в традиционном рождественском открытом турнире по хоккею. Двое нарушителей выявили инспекторы ГАИ за первые 20 минут работы. В Гродно прошел очередной рейд по парковкам. В центре внимания автомобили, которые водители пристраивают на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. На этот раз патрулировали стоянки возле крупных торговых центров города. Оправдания всегда стандартные. Вышел на 5 минут, никому не мешаю, не увидел знак или не нашел другого места. В обоих случаях водители нарушили правила парковки впервые, поэтому отделались предупреждением. Но с такими ситуациями инспекторы сталкиваются регулярно. Особенно это касается остановки и стоянки вблизи пешеходных переходов, перекрестков и на местах, предназначенных для инвалидов. Такие нарушения негативно влияют на дорожную обстановку. В этом году сотрудниками ГАИ на территории области было выявлено 360 нарушений, когда водители неправомерно парковали свои автомобили на местах для инвалидов. В таком случае водителю в первый раз грозит предупреждение, а в последующем штраф в две базовые величины. В последующем также автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку. А вот для крупногабаритной техники сразу предусмотрен штраф за парковку в местах для людей с ограниченными возможностями в пять базовых величин. Как правило, места для инвалидов обустраивают возле учреждений здравоохранения и образования, а также вносят в проект при строительстве новых жилых кварталов. Водитель, который паркуется там, должен иметь при себе табличку, закрепленную правилами дорожного движения. К концу недели фиксируется увеличение количества легкового транспорта на въезд в Литву и Польшу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. В среднем за сутки контрольные службы сопредельных стран оформили 46% автомобилей от нормы. Наибольшее скопление грузовиков на въезд в Литву. Самый загруженный маршрут проходит через пункт пропуска Медененкай – Каменный лог, где оформили 36% фур от нормы. На пути в Польшу наиболее загруженным остается маршрут через Бобровники – Переставица. Через него контрольные службы пропустили на свою территорию лишь 17% грузовиков. Сотрудники пункта пропуска в Латвию приняли 67% большегрузов. Напомним, для водителей в пунктах пропуска Привалка и Переставица белорусская сторона открыла мобильные пункты обогрева. Контрольные службы в белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС работают в штатном режиме и готовы принимать транспорт и даже сверх нормы. Патриоты в сети впервые собрались офлайн. В Купаловском университете провели второй этап молодежного интернет-конкурса. Здесь им предложили пройти несколько мастер-классов от студенческого медиа-центра и обсудить вопросы патриотического онлайн-воспитания на диалоговой площадке. Победителей в трех номинациях наградили ценными призами, которые, по словам учредителей, будут полезны в их творчестве. Родилась идея у Главного управления идеологической работы по делам молодежи Гродненского область полкома провести такой замечательный конкурс «Патриоты в сети» он называется. Посмотреть, а собственно сформировано ли у нас сообщество наших современных блогеров и числа молодых людей, как продвигается эта тема, как мы можем использовать те контенты, которые создают наши молодые люди. Что сегодня очень важно, такая тенденция, что равный обучает равного. То есть обычно молодежь слушает себе равных, молодежь. Ну и сформировать такое сообщество, которое мы могли бы, собственно, использовать вот в этой нашей работе. Всего в диалоговой площадке приняли участие 15 человек. Среди них те, кто начинает свой путь в блогинге, а также уже состоявшиеся лидеры мнений. Блогерством увлекся уже давно. Порядка уже несколько лет я занимаюсь ведением своего инстаграм-аккаунта в городе. У меня обзорный аккаунт. По сути, наверное, даже, можно сказать, единственный, потому что конкурентов не было. Работал и также в СМИ. То есть опыт работы, в принципе, в этой сфере, в медиа сфере есть. И благодаря Огроменскому областному исполнительному комитету предлагается возможность поучаствовать в таких мероприятиях. Вот была заявочка моя, в принципе, победила. И я, в принципе, доволен. У меня был проект про наш Лидский замок. Это наша главная достопримечательность не только города, но и в целом страны. Я думаю, что для туристов и вообще для жителей было бы интересно посмотреть. Я заметил хорошую возможность рассказать про эту нашу организацию. Так как я знаю ее изнутри, могу рассказать, что мы там делаем, чем мы конкретно там занимаемся, какие плюсы и минусы у нее есть и так далее. Я записал ролик, рассказал. Этот видеоматериал набирает активно просмотры на Ютубе, в Инстаграме. То есть мы его продвигаем. Акция «Наши дети» продолжает радовать все больше ребят. На этот раз новогоднее волшебство закружило в вихре сказки воспитанников Панимуньского детского дома. В преддверии праздников в гости к ребятам приехали представители власти, а также подарки для детей приготовили общественные организации города. Целое театрализованное представление с песнями, танцами и веселыми хороводами устроили воспитанники Панимуньского детского дома, которое помогло даже взрослым улыбнуться и поверить в новогоднее волшебство. Дети, конечно, это дети прежде всего. Они ждут подарки, они ждут чудо, они ждут Деда Мороза. Поэтому мы заранее начинаем готовиться. Мы украшаемся, украшаем группы, украшаем наш дом, детский дом. И когда приходят гости, мы рады их приветствовать в таком замечательном теплом зале, украшенном новогоднем и сказочном. Сейчас в детском доме воспитывают 46 детей от 3 до 18 лет. Большинство составляют ребята среднего возраста. Здесь также живут дети, у которых проблемы со здоровьем, у некоторых есть инвалидность. Одновременно с ними растут и те, кто абсолютно здоров. При этом каждому тут особенный подход. Любой нашел свое место и окружен заботой и теплом. Каждый ждет чудо, каждый ждет поздравления, внимания. И ни один ребенок, который сегодня по каким-то причинам имеет неполную семью, он не остается без внимания. И, конечно же, в первую очередь органы власти, руководители предприятий, руководители общественных организаций посещают именно такие учреждения. Навещать детей будут и дальше. Акция «Наши дети» продлится до 15 января. С Новым годом и Рождеством поздравят и детей из интернатов и домов семейного типа, больниц, опекунских и приемных семей, а также из семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Не секрет, что все ждут Нового года с какими-то планами, с какими-то желаниями. И каждый загадывает то или иное желание. И, конечно же, хочет, чтобы оно сбылось. Конечно, для взрослых это уже немножко другая ситуация. А для детей это всегда было, есть и останется доброй сказкой, доброй надеждой и уверенностью в том, что это все сбудется, осуществится и придет. Поэтому наша, наверное, задача взрослых уже сделать так, чтобы эта сказка для детей приходила. Волшебником может стать каждый и новые мечты уже исполнены. Акция «Елка желаний» продолжается в Гродно. На новогодний утренник с особенными подарками в областном дворце творчества собрались более 60 детей. Порадовать их – самая приятная миссия, уверены собравшиеся. Ведь главная цель благотворительной компании – оказать помощь семьям, воспитывающих детей с инвалидностью, многодетным, неполным, приемным, опекунским семьям, а также семьям мигрантов и беженцев. Подарки разные. От блокнотиков, от рюкзачков до каких-то машинок, самосвалов, конструкторов лего, кукол, еще чего-то. И вот когда этот маленький ребенок ждет вот этого чуда и потом его получает, то, понимаете, он дает такой заряд тебе позитива, что ты, наверное, получаешь взаймы намного больше, чем ты даришь теплоты вместе с подарком. Поэтому это всегда очень важно. И для меня это самая главная акция, которую может проводить «Красный крест». Каждый год все больше людей откликаются на елку желаний. Важно вручить подарки лично в руки. Благотворительную акцию «Елка желаний» Белорусский Красный крест проводит во всех районах Гродненской области с 7 декабря по 14 января. 20 стендовых новогодних елок, украшенных открытками, желаниями и сюрпризами, установлены в торговых центрах и организациях региона. Присоединиться к доброму делу может каждый. Нужно лишь выбрать одно из желаний и помочь ему исполниться. У неравнодушных людей, у общественных объединений, таких как Белорусский Красный крест, есть возможность стать на какой-то момент волшебником. Увидеть те восхищенные взгляды детей, которые получат свои сокровенные подарки. Ведь они специально заранее попросили именно то, чтобы они хотели получить к Новому году. А взрослые в торжественной обстановке, волнуясь, вручат эти подарки. Команда Немана победила при неманских ястребах в традиционном рождественском открытом турнире по хоккею среди детей и подростков со счетом 3-2. В игре приняли участие сборные команды. Возраст юных хоккеистов 9-12 лет. На льду в течение трех дней с 23 по 25 декабря выступит 4 команды, которые сразятся за титул победителя. Этот турнир проводится более пяти лет и готовит спортсменов к другим стартам – областным и республиканским. Рождественский турнир по хоккею мы проводим ежегодно. Проводим для команд ПСК, то есть нашего физкультурно-спортивного клуба, с участием других команд. В прошлом году, позапрошлом году мы приглашали команды из других областей. В этом году мы решили провести товарищеские встречи с командой, футболно-хоккейной командой Неман. Посмотреть игру пришли не только родители хоккеистов, но и дети, состоящие на различных видах учета. Организаторы турнира надеются, что эти школьники смогут загореться желанием играть и вступят в спортивные клубы. У нас достаточно именитая команда «Принеманские ястребы». Они неоднократные победители и призеры «Золотой шайбы» по разным возрастам. Проводится по трем возрастам и даже по трем возрастам в прошлом году было привезено три кубка различной категории. В этом году эта команда тоже участвует и своеобразный отбор. Смотрим, кого из ребят отобрать, кого передать высшее звено в хоккейную команду «Неман». На католическое Рождество вернутся небольшие морозы и возможен снег, сообщают синоптики. В субботу сохранится влияние атмосферного фронта и влажной воздушной массы атлантического происхождения. Облачно днем с прояснениями пройдет мокрый снег, дождь, влажность до 100%, слабый туман, видимость до километра, гололед на дорогах гололедица. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3, днем 0, плюс 4. В воскресенье 25 декабря начнет подмораживать. Ночью столбики термометра могут опуститься до минус 7, а днем обещают минус 4, плюс 1. Местами кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабые туманы и гололед на дорогах гололедица. Медики и коммунальные службы рекомендуют быть осторожными, чтобы избежать гололедных травм. К слову, больницы и поликлиники 25 декабря будут работать по графику праздничного дня, сообщили в Министерстве здравоохранения Беларуси. Учреждения готовы к приему пациентов на случай экстренной госпитализации. Усилена работа травматологов, реаниматологов и других профильных врачей, заверили в ведомстве. Выделены резервные койки по основным профилям. Создан запас лекарств и медицинских изделий. Почти 7 тысяч человек проголосовали за понравившуюся елку на сайте телеканала Гродно+. Напомним, а сейчас проходит голосование в номинации приз зрительских симпатий среди новогодних деревьев, организаций и предприятий, которые представлены на аллее в парке Жилибера. Всего свыше 50 вариантов. Отдать свое предпочтение можно только на сайте нашего телеканала. Все остальные интернет-площадки к городскому конкурсу «Лучшая новогодняя арт-елка-2023» отношения не имеют. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова